Сюда от Алматы мы ехали 14 часов, проехали 900 километров. Карл Тан, доброе утро. Сейчас я нахожусь в области Абай. Это новообразованная область, выделенная из Восточно-Казахстанской области. Нахожусь в населенном пункте Кабанбай, или может быть в сельском округе, к которому относится Кабанбай. Но в данном населенном пункте находится база отдыха, которые расположились на берегу озера Алаколь. Восточный берег. Субтитры подогнал «Симон» 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 Про данное место будет отдельный обзор на канале. Да и в целом будет отдельное видео на канале, как мы здесь отдыхали. А так сегодня хотел бы прокатиться по данным местам, по базам отдыха, вообще посмотреть, как, что выглядит. Обзора, конечно, на базу отдыха не будет, так как нас никто не впустит, да и здесь сезон, сейчас все забито. Одно из главных проблем, это отсутствие бензина, ну почти уже третий день, ну почти уже третий день здесь нет бензина, мы никак не можем заправиться. Вот, но сегодня уже будем уезжать, это последний день у нас, и надеюсь мы найдем бензин где-нибудь здесь, может быть у местных жителей, или же в следующем ауле. Так, здесь вот в начале, так скажем, когда едете от села, появился вот такой вот объект «Алазон Арена», три кассы есть, видимо здесь проводят концерты. Есть сцена, потом вот такая парковка есть, дорога вот такая, асфальтированная, есть дорожное освещение. С левой стороны дороги, вон там находится тротуар, который тоже идет от аула Кабанбай, который ранее был Жарблак. Вот, ранее все эти места были Восточно-Казахстанской областью, сейчас Абайская область. С правой стороны на въезде к зонам отдыха, или базам отдыха, с правой стороны здесь вот находится вот такое здание, здесь написано «Полиция», и также здесь вроде как находится медицинский пункт. Вот, в сезон, когда сюда все приезжают купаться, здесь курсирует, конечно, еще карета скорой помощи. Вот такая она, Солоколь, вот такие вот рыбки есть. Ограничение 40, ограничение 20, уже начались базы отдыха и дома отдыха. Написано «Фастфуд», «Баня на дровах», «Мандарин», «Турист-Инфо», какой-то информационный центр. А, там есть целая карта, карта базы отдыха Алаколь. Можно будет остановиться и посмотреть сейчас. Также здесь еще имеется проблема со светом. Бывают отключения, перепады напряжения и так далее. Говорят, что местная инфраструктура, она не создана для тех нагрузок, которые сейчас есть. Ну, то есть, она старая. Вот такая вот карта базы отдыха, озеро Алаколь, область Абай. Тут прямо вот с номерами есть некоторые базы отдыха. Ну, все номера, конечно, можно найти в интернете, там в инстаграме и так далее. Вот, тут, видимо, какая-то только часть. А так, этих баз отдыха очень много. Так, видите, вот нумерация идет от «Эко-Хоум», первая база отдыха с левой стороны. И там вот, оказывается, еще белая грязь здесь. Прикольно, никогда не слышал. И вот такие вот названия пошли. Алаколь, Лав, Бастау, Атлантида, Жан-Уйя, Шоколаде, Намад, Медуза, Шанрастау, Тумар, Батархан, Тихий уголок, Лофт, Инжу, Алаколь, Ривьера. Потом вот это вот основная часть здесь. Вот написано «Арбат» у них называется, оказывается, где мы вчера гуляли. И вот такая вот набережная. Огромное количество база отдыха. Здесь вот находится Артезиан, Родник. Только что, видимо, проехали Мидпункт, Автовокзал, Мандарин, Офис, Турист Инфо. И вот Алазон. Центральный концертный танцевальный комплекс проведения ежегодного пляжного фестиваля Алаколь, Аллаулара, других концертов и шоу-программ. Он все же действующий, оказывается, Алазон. Если верить данной карте, ну и почему бы ей не верить, она новая. 229 базы отдыха здесь. Премьер Алаколь, вот последний. Обалдеть. Наверное, еще будет строиться, как говорится. Вот черная грязь. Мы сегодня еще хотим сюда заехать, посмотреть вообще, как выглядит. Тоже есть еще один полиция. Вот здесь вот базары есть, кафе, магазин, Кожакол, Адлет, Алишер, Делюкс, Алаколь, Аквамарин, Силверлейк, Ахшатау, Жадра, Туран, Азия, Абинур, ресторан Падишах. Еще одна полиция есть. И вот здесь еще одна полиция есть. Вот здесь аптека есть. Огромная территория, конечно. А вот еще контакты, если вдруг кому надо. Можно будет остановить видео и как бы позвонить, куда вам надо. А, получается, вот здесь есть контакты от 217 базы отдыха. Вот последний будет Эльбек. Путешествуем, как говорится, с семьей на своем Субару. Так, с левой стороны все так же тянет тротуар. У всех, у многих базоводов есть вот такие надписи. Есть места, Уорн Дарбар. Также здесь бывают еще перебои с сотовой связью. Точнее не сотовой связью, а именно мобильный интернет. Утром сейчас он работает отлично, пока большинство спит. А вот в обед и в течение дня, потом вечером интернет очень-очень медленный становится. Работают Теледва, Актив и Билайн. Вот Аврора есть. Потом вот здесь вот справа стороны Атамикен находится. Такие вот кафешки есть. Балауса кафе есть. Нурбай. И здесь находится, начинается Арбат. И начинается одностороннее движение. И вот тоже, видите, вот объявления. Разные плакаты. Вот такая вот территория Арбата. Здесь есть где посидеть, где отдохнуть. Видно, что ему уже несколько лет. Потому что местами он износился. Зарос. То есть за ним как бы следят более-менее. Где-то там чисто, где-то грязно. Где-то там цветы поливают и так далее. Но состояние, конечно, могло быть и получше. Есть камеры наблюдения. Здесь вот шашлыки готовят. Тоже разные пансионаты. У большинства здесь вы заметили, что у всех есть почти трехразовое питание. Стоимость начинается там от 10, 12, 13 тысяч тенге за человека. Вот, пока что ниже 10 тысяч я не видел. Цены доходят там до 30, до 40 тысяч человека. Вот такие вот объявления есть. И в целом здесь односторонка заканчивается. Дальше уже Арбат продолжается. Поворачиваем направо. До Архана, аптека. Тоже вот кафе, рестораны. Вот такие вот переполненные мусорные баки. Здесь вот однозначно не хватает, я честно, побольше мусоровозов. Потому что мусора здесь очень много, так как отдыхающих много. Мороженое, оазис, места есть, жгеры, кукуруза. Также мы заходили на некоторые базы отдыха, чтобы узнать, по чем у них места и есть ли места вообще. Некоторые сказали, что надпись места есть, у них еще с открытия базы отдыха. И они просто его не убирают, оказывается. Так что не все, так скажем, не везде есть места. Это мы сейчас ушли на правую сторону, если смотреть на Арбат. Если смотреть на озеро, точнее. Фаворит вот тоже есть. Сейчас вот 6 утра, пока никого нет, тишина, решили прокатиться, посмотреть. Дороги местами просто разбитые. Отсутствуют, можно сказать. Есть вот такие заброшенные здания даже. Или может быть недостроенные. Не знаю, в каком году здесь начали развивать пляжный туризм. И в каком году построили первый пансионат. Или санаторий, или база отдыха. Но говорили, что один из старейших, так скажем, база отдыха, это Айгерим. Вот такая вот база отдыха строится. Тоже есть камеры дорожного наблюдения. Есть дорожное освещение. Тротуар есть. Ну знаете, такой небольшой городок, можно сказать. Арман. Магазин фруктов и овощей. Также я уточнил здесь у местных жителей. Здесь сказали, какой-то централизованной системы канализации нет. У всех септик стоит. Ну точнее, у большинства септик. Так что можно будет увидеть, как каждый день катаются вот эти автомобили, которые вывозят септик. Падишах, караоке. По вечерам здесь музыка играет. Во многих базах отдыха дискотеки устраиваются. Но примерно уже к 12 часам ночи становится более-менее тихо. Вот Эшагаин база отдыха. Такие вот. Вот Арасан Алаколи есть. Тоже большая база отдыха. Желательно, если едете в эти края, то бронировать заранее. Мы, когда сюда приехали в день-день, еле как нашли места. На некоторых базах отдыха нам сказали, что у них забронировано еще с января месяца. Представляете, да? С начала года уже забронировано. Так, вот такие вот направления есть. Элеганс, Дианс, Делюкс, Назира. Прогулка на остров, рассвет. Уже с 5-6 утра люди идут на пляж купаться. Слышал о таком, что в раннее время Алаколь озеро считается еще более лечебным. Так что многие прям с утра идут купаться. На улице сейчас 20 градусов. А так днем здесь обычно 30-31. Сегодня по прогнозам 35. Как видите, в 6 утра уже есть вовсю движение. Машины ездят. Кто-то приезжает, кто-то выезжает. База отдыхала Коль. Потихоньку открываются магазины. Алишер, Демалсие. Я так понял, вот именно по правой стороне, по правому берегу, база отдыха намного больше, чем по левому. Ну, это можно было судить по карте, которую мы видели ранее. А так можно на гугл-картах, к примеру, открыть и посмотреть сверху со спутника. Вот Назира. Демалсие. База отдыха. В этой стороне есть пустыри местами. Какие-то базы отдыха только строятся. Жанерке, Дукена. Дарья. Нурай. Тоже дороги так себе. Талшин, Дималосорна. Администрация, администрация. Нурай, дом отдыха. Кафе. Места есть. Терраса. База отдыха Толхан. Кальян на заказ. Алакент, Батр, Дималосорна. Здесь вот тоже что-то будет строить. Атлант. Пункт полиции. Восточный уют. Оржаром. Оржаин. Оржараин. Оржараин. Какое сложное название. Азамат. Ориент. Кожакол. Кожакол. Яросол. Дималосорна. Прилив. Вот. Видно, что какие-то ребята уже с утра бегают. До стар. Оржарин. Потом здесь вот Задьяк. Фэмили клуб. Алаколь. Давайте в эту сторону поедем. Там дальше вот Акшелькен вижу. Что-то кто-то продает. В основном я заметил, что такое, знаете, двухэтажное строение. Напоминает такие, знаете, американские мотели. Можно было увидеть, я думаю, в фильмах. Вот тоже, видите, двухэтажное строение. Реально напоминает мотели. Очень похоже, так скажем. Здесь вот находится Алтнадам. Сарарка. Потом здесь Коксала. Тоже Дукен. Караоке. Задьяк. Китайская и Угурская кухня. Шашлыки. Санхаус. Здесь вот прям выехали на пляж. Обязательно рекомендую просмотр и другое видео про поездку в Алаколь. Там тоже будет много интересного. Так, здесь уже шлагбаум, а видимо здесь тупик. Дальше мы не проедем. Здесь уже пляж начинается. Алаколь Фэмили Клуб. Здесь вот находится еще Базода Хаим. Давайте здесь налево дальше уйдем в сторону. Черной грязи. На карте есть такая отметка тоже. Вот здесь вот Байтирек есть. Туркестан. Тимар. Добро пожаловать в Элеганс. Тенгрик. Тенгрик. Глэмп есть. Акжилькен. Тамаша. Адмирал. Бег Демал Сорна. Сажида. Или Сажида. Шахар. Да, некоторые названия, честно, сложно запомнить. Тоже вот места есть. Без Ашалдак. В некоторых базах отдыха цены доходят до 100 тысяч в сутки. Так что здесь цены, конечно, разные. Так, вот дорога тоже асфальтированная идет сюда. Тоже есть дорожное освещение, но здесь уже тротуара не вижу. Тут продается база отдыха. Есть надпись. Надеюсь, здесь в скором времени решат проблему с бензином в этих краях. Так как говорят, что дефицит обычно летом, потом со светом, с перебоем. Вот они, отключение, включение. Ну и сотовую связь тоже было бы неплохо решить. Астория. Ассоль. Так, где-то здесь дорога уходит вот на пляж прямо. А если направо идти, кажется, где-то можно выйти на эти черные грязи. Здесь вот находится еще Шанхай, база отдыха. Сейчас попробуем по этой улице проехать. А еще есть другая сторона база отдыха, левая сторона. Там тоже есть большие базы отдыха. Так, здесь до сих пор асфальт. Это радует, конечно. Здесь тоже коса пляж есть. Есть вот база отдыха жемчужина востока. На берегу здесь даже какие-то юрты стоят. Аккорда есть, виллэдж. Здесь вот что-то строится. О, здесь прям проезд есть на пляже, оказывается. Вон там, вижу, уже люди намазались грязью. А здесь вот лодки. На этом пляжу мы еще не были. Мы ходили на центральный пляж. Здесь тоже есть места для шашлыков, магазины. Такие вот лежаки есть. Восточный двор у Динары. Вот люди уже с утра купаются, машины припаркованные, палатки стоят. Сухое парение, пилинг есть. Такие вот небольшие будки. Вон люди впереди тоже все грязью измазаны стоят. Иначе мы недалеко уже. Такие вот юрты есть. Вон там юрта с этим, с дымоходом. Видать, тоже парилка. Парилка или баня. Вот такой вот берег озера Лаколь. Только что видели надпись на юрте инструктор по грязелечению. Даже вот такое есть. О, приближаемся. Ого, тут народу сколько обалдеть. Машины, палатки. Неожиданно. Вот такой вот есть фито парилка. На травках. А, на травах. Едем дальше. Тоже люди измазаны грязью. Есть автобус парилка. Сюда, видать, люди приезжают с полным снаряжением. Видите, какие прям огромные базы тут создали. И палатки есть, и лодка есть, и снасти для рыбалки. Прям, видимо, на неделю, может, даже больше. Людей много здесь. Уже купаются, уже мажутся все. Говорят, данная грязь полезна для суставов. Интересно, что здесь берег другой. Цвет камней обычный. Не черный. Первое впечатление, очень много мусора. Фантики лежат, баклажки, пивные банки. И много людей. Вон там, вдали сидят. Ну, похоже на обычное болото, если честно. Соседний, более-менее чистый. Прям, как глина. Прикольно, я даже нашел здесь баклажки от масла для двигателя. Даже такие баклажки, походу, используют. А так, узнал, что сейчас людей мало, потому что раннее утро. А так, чуть позже, здесь будет огромное количество, и все будет занято. Все вот эти места. Уже вовсю здесь ходят предприниматели, которые набивают бутылки на продажу. А мы тем временем дошли до берега. Интересно, смотрите, здесь совсем другие камни. То есть берег другой совсем. Совсем мелкий, еще мельче. И такой есть, как будто бы бетон покрошился. И, видать, из-за того, что есть еще мелкий песок присутствует, то вода мутная, кажется, видите. То есть там, где мы вчера купались, в этих каменистых, где обычный черный камень, то там вода чище, кажется. Во многих этих камнях есть дырки. Прикольно. И вот такой вот, это ил, видать, выносит. Прям, видите. Зелененькая в воде есть. Или это водоросли. Вода в целом такая же, как вчера. Такая не холодная и не теплая. Доча пошла купаться. Здесь берег неглубокий, оказывается. Вон там вот люди ходят по поясу, уже, наверное, метр в 30 прошли. А на центральном пляже, общественно, там сразу глубоко становится. Ну что же, я намазал только коленей. Нашли более свежее месторождение. Совсем маленькая дырка. И дальше уже ничего нет. Видимо, здесь какие-то подземные воды или подземная река есть. Потому что, видите, есть небольшое устье реки какой-то. Ну, углубление с этой стороны и с той стороны. Вот супруга набирает 8-литровую банку, так сказать, на будущее в косметологических целях. Супруга говорит, что будто вспомнила детство. Работает мелкая моторика. Или вот как говорит еще, где есть же вот глиняные мастерские, куда приходишь, что-то лепить из глины. Говорит, такие же ощущения. Вот. Количество людей здесь только растет. Видите, увеличивается. Люди приезжают, приезжают уже 7 утра. Сейчас пойдем купаться, будем смывать грязь. А так, если честно, здесь никаких табличек, каких-то, знаете, типа с указанием состава грязи, какие лечебные свойства она имеет и так далее. Ничего такого нет. То есть, получается, ну как бы грязь популярная, но почему-то не изучена получается. Вот. И что за вода, состав воды, тоже непонятен. Но в целом, как видите, вот в народе люди приезжают, потом чувствуют себя, видимо, лучше и чувствуют какое-то влияние грязи. Также мы видели белую грязь. Ну, точнее, не видели, а на карте была отмечена белая грязь. Но там никогда не было и про нее никогда не слышал. Если вы там были и вообще, что за грязь такая, тоже об этом делись в комментариях под видео. Вот зашли в воду, получается, где-то, когда заходишь по колено, ну, по взрослой, так скажем, тело, да, вот, появляется вот такая глина. Она такая серая или белая. Очень такая, знаете, прям, будто бы местами твердая, но если прям сжать, то есть из водой, то прям вот реально глина. Это вот в воде такой. То есть из-за этого вода такая мутная, мне кажется. Потому что когда ходите, постоянно поднимаете глину. Вот лучше ходить в аквашузах или в сандалях, потому что вначале есть камни мелкие. И есть, кстати, твердые породы вот в глине, вот прям вот смотрите. Вот это все вот идет твердая сейчас. Вот прям, видите, она, она прям вот никак не хочет ломаться. И когда в ногу впивается, очень некомфортно. Как камень прям. Никак не хочет ломаться. А вот, отломился. Тоже глина, видите, твердая засохшая глина. Прикольно, она под водой лежит и такая твердая, обалдеть. А начало берега вот такое. Видите, такие вот, такого цвета камня прикольные, серого. С дырочками. С дырками. И тоже есть вот такие твердые глины. Видите, кусками, как камни. Вот, а местами, местами есть вот такой мелкий-мелкий. Тоже это, видимо, типа глина. А так, видите, берег неглубокий. Вон, сын там уже ходит далеко. Оскар, далеко не заплывай. Здесь вот уже аренда зонтиков. Прибежали ребята. Полторы тысячи деньги до обеда, до вечера три тысячи деньги. Так, выехали обратно. Едем сейчас на завтрак. Вот такие вот зоны. С Арайлом, Диас, Бахат. О, кто-то, кажется, где-то бензин раздобыл. Сейчас надо будет тоже поспрашивать. Так, по той же дороге мы вернуться не можем, так как там она односторонняя. Так что едем в объезд по другой дороге, чтобы выехать опять на центральную дорогу. Видите, тоже здесь асфальт есть, освещение. Ак, Аки, Акл, Акл, вот тоже база отдыха есть. Вдали Тамерис, тоже вот база отдыха есть. Видимо, у них есть развозка до пляжа. Вот какой-то автобус стоит. И вон там вдали еще одна база отдыха, тоже далеко находится от пляжа. Это мы уже, наверное, километра, не знаю, полтора проехали. Бахта, Дималаси, тоже далеко от пляжа. Наверное, тоже есть развозка. Некоторые базы отдыха предоставляют автобусы, трансфер. Да, тоже он микроавтобус стоит. Вот это, я так понимаю, сейчас возвращаемся, да. Возвращаемся в сторону центральной улицы. Здесь вот фонарь упал. Видимо, тоже что-то какой-то склад, видимо, или магазин. В этих краях вовсю сейчас продают арбузы и дыни. Оказывается, здесь недалеко они растут, в данном районе. Здесь вот тоже какая-то база отдыха, названия не вижу. Вот здесь Тахир, кафе Са. Так, уже приближаемся на центральную улицу. Здесь вот с левой стороны медицинский пункт, полиция. Вот он, медицинский пункт. Надпись Алаколь и нам направо. Вернулись на нашу базу отдыха, успели на завтрак. В завтрак здесь подается в 8 утра. Входит стоимость. Вот, кстати говоря, про базу отдыха будет отдельный обзор на канале. Пока не знаю, когда получится сюда вернуться. Может быть, в следующем сезоне. Может быть, через пару лет. Посмотрим. Если пригласят, конечно, буду рад. Вот, а если область пригласит или район, то, конечно, давайте. Как говорится, пишите, звоните. Также было бы интересно покататься по местным аулам. Посмотреть какие-нибудь красивые места, горы и так далее. До сих пор сидим без бензина. Спросил только что у хозяина данной базы отдыха. Есть ли какая-нибудь информация в сельском чате. Сказали, пока что тишина. Оказывается, еще вчера здесь закончился газ на заправках. Только что посмотрел в СМИ, где можно будет поискать бензин или где заправиться. Там никакую информацию не нашел, кроме новостей. От 2022 года, что здесь тоже такой же был дефицит. Многие не могли уехать. Автобусы не могли заправиться и так далее. Людям приходилось оставаться опять здесь на несколько дней и тратить дополнительные деньги. В прошлом году, оказывается, данная ситуация повторилась. И получается, в этом году опять повторяется. Уже, получается, третий год подряд одно и то же. То есть, одна и та же проблема никак не решается. Я не знаю, куда смотрят местные Акимат, местные власти. Вообще, какой-то беспредел. Ну, мы все же выезжаем. У меня в баке ездит 15-20 литров. Постараемся доехать до Оржар. Говорят, там есть бензин. Это примерно 145 километров отсюда. А так, про Оржар, наверное, тоже будет небольшой выпуск. Как говорится, подписывайтесь, следите за новостями и за ситуацией. Спасибо и до скорой встречи.